и чё сколько у нас груза но данный момент получается у нас там 5 к суку не по заявке сказано большинство трансформаторы весит заявки у меня а две с половиной тонны и там 3 5 половиной тонн ну да ориентировочно примерно так жулики а жулики кто как начали гавкать на меня к охраннику заходил косточку он дать не дам ох их ту сколько прям у них целые кланы он смотрите там три сидит вот четверка тут пошла сзади сам авторитетная надо ты авторитетный самый так апрелев к 27 километров на 20 минут первого сейчас великолепно вроде пробок да в ту сторону москвы пока не было просто прелестно еще бы там сейчас не права лында ли вроде какую-то опаловку опаловку там загружать я если честно даже и не знаю короче ладно едем куда там там увидим может я еще сегодня успею обратно базу вернуться и этот еще и взбер успею сбегать чтоб завтра не крутится хотя завтра в любом случае на пятерку выходить по мкаду все равно через базу считайте буду ехать а сегодня тогда если в апреле тки загрузимся поедем на нашу трассу там до завтра перри контуем ся если пропуск завтра с утра у нас будет работать и мы уже отсюда рванем по мкаду они эти круги по 100 сельба отскаду рисовать по платному да и плюс лишний километраж можно смотреть сюда зона строгого режима я в тюрьму заезжал там столько колючки не было в омске чем здесь что-то у них тут за такой за склады такие интересные на следующем повороте поверните на право на следующем повороте поверните на право пять с половиной тонн мы загрузили вот так если общей сложности в том 15 будет вот вообще великолепно ну сборники обычно сборники они тяжелыми редко бывает сборниками двадцатка насобиралась вот сколько я не возил сборников очень редко в основном сборка она легкая собираешь там полетик там коробочку там еще какую хрень ну может конечно и не попасть легкая но в основном они легкие сборки шо знак там грузовым висит так не поехали да чтоб меня потом заклевали не не поеду явно рафа минская направо поедем мы на лео как заезжать а где тут пешеходный переход что она так в наглую идет это так же охренел остановился было лучше пускай идет чё за новомутные фонарики такие сзади там аромы еще и мигают беленьким сзади мигают беленьким такие какие-то прям вообще новомутные новомутные тушку везет или что опилки укрываться чё-то не открывается если можно можно так возить ну можно сыпные грузы вообще не залазить не накрывая никакие область в область область в область и это хорошо что в область так мы вам осталось пять километров и мы приедем но и так сегодня в пятницу в область всегда все стоит а сейчас вот там вот не поделили дорогу и все это самое маску поделали она уже сегодня не рассосется здесь терпение ребята терпение стоять вам долго и упорно а мы поехали грузиться здесь вообще все близко вот 107 2 километра до загрузки и это и потом если на трассу на стоянку поехали тут все рядышком . через километр мы уходим в правом куда-то вот на сухе да нет что там за контора я не знаю телефон телефон есть что позвоним что там вообще какие-то частные дома через 100 метров поверните направо затем на следующем повороте резко поверните направо на следующем повороте резко поверните направо резко поверните направо затем на следующем повороте поверните налево как-то все так довольно стрёмно выглядит вам не кажется на следующем повороте поверните налево нет вон какой-то шаланда стоит готовьте себе конечный пункт через 250 метров вообще мусорка какая-то свалка там мы поехали наверно вот туда вот в те ворота прямо упираемся другого варианта я здесь не вижу самое смешное что нет если что мне придется здесь задом толкать не наверное это не надо будет толкать задом а пошли записываться вообще какие-то чудеса творятся я даже машину не заглушил хотя он там куча машин стоит на погрузку наверно и совсем куча не совсем куча только три в общем сейчас идем оформляться ну сам факт что мы приехали заехали и на нас опять все бумаги везде есть вот вот эта организация да я понимаю погрузки когда ты везде приезжаешь и на тебя все есть а то приезжаешь и начинается того нет этого нет хлеб сырой дети плачут и так далее в общем куда-то вот туда надо идти за это синее здание там двухэтажное тоже какое-то маленькое идем оформляться ну все гладко быть не могло так оно и получилось короче нет на меня каких-то накладных сказали трясите своих они будут трясти своих в общем будем ждать а я уж думал сейчас я здесь за часик все закину увижу и поеду на трассу спать не надо будет немножко здесь потусить пачок пойдем сейчас самовар кофе у нас есть кофейку попьем я думаю за сегодня все равно управится мне торопиться некуда четвертая загрузка у меня только завтра поэтому спешить мне абсолютно некуда сейчас в машине сидеть или потом в машине быть так что ничего страшного здрасте один сигнал gps короче два часа просто я ли мы тут я уже начал хваливаться волноваться по-русски ну вот позвонили алексей николаевич давайте ехать и грузится на погрузчики проехать хотел коллега назад встает зала какую-то верхнюю площадку ехать вы знаете где тут верхняя площадка первых где это как интуиция вам подскажет неплохой такой ответ да веселая такая девочка девушка девочка так как я понимаю верхние это вон там седьмой поднимается наверх поворачивается направо седьмой склад вон там девятый поворачивается направо пятый шестой седьмой вижу седьмой и что нам тут железо такого накидают пускай кидают железо седьмой пускай кидают через бок же да а что грузить то хоть будет вот это вот ну да серьезно серьезная погрузка да сейчас потом покажу надо назад нормально погрузка серьезно переодеваться надо пошли потом покажу со смеху попадаете рано радовался по итогу что нам загрузили вот этот биг-бэк там болты гайки вот этот поддон с арматурой но не длинная 6 метровый пачку арматуры сюда в самый конец запихнули и вот короче пачка труб пачка вот этих квадратных хреновин и в мешках какая-то полную пластмасса какая-то в общем то ну я думаю тут тоже немного по весу нормально чё это куда это чё вязать я тут ничего сейчас вязать не буду куда это я что буду вязать смысл какой будем смотреть что будет дальше собираем и все мешочки надо участь сюда перекинуть они здесь будет посимпатичнее смотреть чем там получается начать где-то около 9 тонн 8 и 6 на вторую вообще все красиво что там даже назад загрузят уже не такая большая проблема сейчас подъедем я вам одну фишку покажу вот честное слово я с утра не заметил потом вот это вот полоса которая на полетнике я ее ее увидел как-то на тягощение обратил внимание а сейчас вот я всю заметил короче мы получили сюрприз там вчера посмотрел утришь вот видео которое вот самые первые кадры которые я снимал с утра да это полоса уже есть то есть это не вчера это не возле базы я парковался однозначно вчера этого не было это вот ночью пока стоял либо либо ночью пока стоял ну удивительно почему я этого не слышал не услышать это было как бы крайне должен был услышать либо когда ходил может документы оформлять или что не знаю но то что это не сам это сам ну где такого первых штырь найти если он даже торчал он вышло ровно у меня получается вот вот начинается вот так вот он вот видите как она идет она гуляет здесь даже есть и вот потом уже снизу вверх по полетнику то есть это явно это рукотворное как полетник еще хрен с ним вот это вот я как я сразу с утра не заметил здесь нет короче вот вот такая вот хрень но тому кто это сделал я думаю это все вернется двойне а то и в тройне все вещи спрятал даже наверно около короче около 10 тонн у нас сейчас загружено все пошли за доками есть братцы и хорошие новости у нас пропуск нам как появился а а по поводу этого у меня почему-то подозрение что это местные там же вот жилые дома где-то загрузка и вот что там фуры ставят я просто больше не знаю не могу понять кому это было надо и зачем и наверное это все-таки когда спал просто я не услышал это ж не то что там кто-то тебе ударил просто тут вот провел когда ты спишь где что это так услышишь сейчас поедем попробуем под шаманит все это дело пропуск есть конечно на трассу на эту на заезд нам ехать смысла никакого нет да это смысла никакого нет ну и плюс поедем там гочи меня ждать будет поедем это попробуем сделать ханик махнул под шаманит это сделано вот сколько раз зарекались но не ехать ты на конту постань ты на стоянку всегда найти себе места на приезжать утром становиться на ближайшем парковке и приезжать с утра но хочется же как лучше приехать на месте ночью зарегистрироваться регистрироваться так 61 километр мне до базы яндекс рисует полтора часа щас 17 05 семи даже я два часа закладываю на это все потому что сейчас только все только начнет расти хорошо если максиме приедем и все уже наешал на темноте на право затем поверните на следующем повороте если акси не прибыль еще может успею даже это за карточкой сбегать смех ну что не успею вы что я нихрена не вижу вот куда едет четыре тонны по документам не за и закинули так и получается сейчас девять с половиной 10 тонн груза у нас вот поедем нам как тысячу лет я намкать в трубках не толкался а какое наслаждение терял поедем покайфуем нам в пробочках самый час пик внукова внукова о гортолет он идет на посадку а он один наверное сейчас на взлет пойдет уже выехал пошел по ходу это шут сюда выкатился вот именно по этой взлетки выкатился тогда чешский самолет или какой-то прямо вот здесь вот он вылетел на трассу их не увидим и как он взлетает доводилось сюда прилетать доводилось улетать не то вот прилетать сюда доводилось в этот аэропорт получается нам двенадцать километров и мы нам коллег так там трактор ей азер дыр 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 едет вернее не едет трактор светил дыр 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 решил поехать ёлышкин кот что я тварю ащи то делать россия не президентский ли борт стоит здесь возле дороги вроде как по-моему здесь президентский ввп на нем лет может не то не именно президентский но вот мне так учет что-то и вот вроде бы я такое слышал что-то здесь как раз стоят президентским ну правительственные короче самолеты будут наверно и въезд заезжаешь и сразу пау и на взлет фау мы когда прилиплим как вы думаете эту намкаде намкада мы должны доехать по идее а вот намкаде мы уже станем фау по металля а фау на фау 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну как бы яндекс вроде как не обманул дата вначале потолкались и то я думал будем там вроде кошельки толкаться или m4 не нифига мы на симферопольки потолкались и потом следующий съезд там не помню края улица ну такого какой-то там наростлива что ли а дальше все вот наружка у нас бежит чего не скажешь а внутренним внутреннее стоит наглухо а он уже наши трубы виднеются наш дзержинский так что мы почти приехали не знаю пол седьмого ну получается еще чуть-чуть и будет будем на месте 6 километров до съезда сможем что сегодня успеем сделать и не успеем в потемках посмотрим как она пойдет ой наружка вай-вай-вай-вай-вай-вай внутренние верни его и все стоит наглухо наглухо катастрофа а 7 до 23 года днем по пропуску но я немножко тут продезинформировал как бы у нас пропуска в 17 до 21 оказывается до 21 оказывается я сразу просто не въехал ну а годовой уже тоже делается ну а годовой уже тоже делается с успота вернемся уже годовой будет потому что надо ехать тоже техосмотр ехать проходить в Москву и все это вот катание вот эти все там на таможенные на все да конечно по такому каду тоже кататься которые по той стороне не очень по нашему то повеселее пока ну если допустим надо переехать вот от нас допустим те же химки круголейцы рисовать ну честно уже надоело просто жалко этот километраж жалко а поедет по 107 это там стоять то же самое что здесь стоять нам катит там на 107 стоять круг плюс еще и стоять а как бы зацкат тоже жалко денежку лишний раз отдавать поэтому будет пропуск будет все а готовьтесь съехать с автомагистрали через три километра о слушай машу алексей николаевич через три километра съезжаем и мы на месте почти почти